Продолжение следует... Чтобы оказать медицинскую помощь Токаю, его нужно было успокоить. Все готово. Мы готовились. Такую шапочку моя внученька не наденет. Элина Дронова обратилась в нашу редакцию с громкими обвинениями в адрес персонала Демской больницы. Она утверждает, что ее дочь родила мертвого ребенка. В чем я обвиняю людей? Врачей третьей городской больницы. Потому что они просто убили мою внучку. Они не подготовили, они тянули все это время. Все это время. 7 часов нужно было для того, чтобы за 15 минут сделали бы операцию, внучка была бы жива. 23-летняя Каролина на последних сроках беременности внезапно почувствовала себя плохо. Скорая доставила женщину в родильное отделение третьей больницы. Проведя обследование, врачи Каролину отпустили домой, сказав, что все в порядке. Однако через некоторое время она вновь почувствовала острую боль внизу живота. Ее отвезли обратно в роддом. Сделали анализ крови, сделали КТГ. И по показаниям сказали, что будут экстренные кислоревосечения. И экстренное кислоревосечение длилось 7 часов. То есть подготовка к экстренной операции в третьей городской больнице проводится 7 часов. Только в 7 часов вечера. Мы его ребенка прооперировали. Она потеряла очень много крови, потеряла сознание. А когда пришла в себя, акушеры сообщили девушке страшную новость. Ребенок родился мертвым. Он с мамой правильно просил меня, с девушкой официально оставали заявление. Он не сказал, что я буду сниматься на камере. Он сказал, что я буду снимать на камере. Отвините. Сюда с нами работают. Я не с нас работаю. С каждым работают, кто работает на отсюда. Правильно? Все, я в учебном учреждении. Ладно. А это история о трагичной судьбе Тагировых у всех на слуху. И снова в скандале замешана Демская больница. 44-летняя женщина, мать пятерых детей, Зульфия с острой болью, полтора месяца назад была доставлена в тройку. Пациентке назначили операцию, а жаловалась она на желчный пузырь. Но хирургической помощи так и не дождалась. Умерла на больничной койке. Двоемная сестра к ней пошла, да? После этого она, как пришла к ней в больницу, она говорит, держи, просто смотрит на пол. Вообще ни с кем не разговаривает. То есть плохо так было? Потом что было? Ну, потом она побежала к врачам, на них накричала, и после этого только ее забрали в реанимацию. О смерти матери родственникам врачи не сообщили. Те сами еле дозвонились. Был выходной день. Старший сын Тимур в который раз приходит сюда. Он хочет знать правду, что произошло на самом деле. Но его посылают из кабинета в кабинет. В итоге уходят ни с чем. Где лещащий врач? Моя мама. Я же вам сказал, что это было. Я поднялся сказать, что он в отпуске. Какой отделенчик? В хирургии, да. Ислам? Да, 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 ислам. И он в отпуске. Я хотел просто получить документы, выписку. Ее. Мне ничего не дали. Они даже не позвонили. Мы сами позвонили спросить, в каком состоянии она. Сказали, она скончалась. У меня спросили, от чего она сказала, инсульт. Сердечный приступ. Все время по-разному говорят. У журналистов к местным специалистам накопилось немало вопросов. Каковы причины столь многих жалоб телезрителей? Ну вот как нас встречают с виду интеллигентные, образованные люди, имеющие ученые степени и звания. А еще давали клятву. Реакция на простые вопросы неоднозначная. Любое посещение больного охраняется законом. Ну, чтобы к больному пришли. Вы сейчас увидите кого-нибудь, он... Мы стоим конкретно вот сюда. Конкретно в эту дверь. Приемная главного врача. Нас не интересует никакой больной, который здесь находится. Вы можете прикрыть дверь. Вот разобьем, вы будете отречать. Да. Все, идемте на приемный покой. Подождите, вы будете здесь. Вам чтобы здесь делать... Это вообще кошел. Пока нечего. Вот посмотрите. Нет, вам не стыдно. Я чуть-чуть не так... Судя по тому, какой прием оказывает охрана и завхоз стационара корреспондентам, покалечить тут и вправду могут. Вспомним случай двухлетней давности, когда двое мужчин подали заявление в полицию на травматолога в клинике, которые якобы избили их во время приема. Потерпевшие рассказали нашим коллегам из городского телевидения. Мол, случилась ссора, а после еле унесли ноги. Но досталось и врачам. В общем, драки тут дело, очевидно, нередкое. Было приблизительно человек 7-8 вот так вот. То есть, кто именно, непосредственно. Я вот только одного запомнил. Потом уже тут фотография, у главврач был. Сам непосредственно, как бы сам зачинщик. Медицина не должна так себя вести, я считаю. В отдел полиции по Демскому району города Уфы обратились двое фимцев, которые просят привлечь к установленной законам ответственности медперсонал больницы за не оказанием медицинской помощи и нанесением телесных повреждений. Но все же нашелся человек, кто разговаривает со съемочной группой всегда интеллигентно. Это зав по медицинской части Венер Хисанов. Ссылаясь на хрупкие знания законов, говорит, что съемка здесь категорически запрещена. А как же тот некрасивый инцидент со скрытыми камерами, которые были установлены в роддоме? Недавно правоохранители выяснили, без разрешения пациенток их снимали во время родов. Оборудование закрепили в аккуратно против акушерских кресел. Но Венер Гайсинович, вероятно, об этом крепко забыл. Предварительно было установлено, что действительно в родильном отделении городской клинической больницы номер 3 Демского района были установлены скрытые камеры видеонаблюдения. Они были установлены таким образом настроены, что позволяло видеть процесс родов женщин в родильных залах. Тогда руководство стационара пояснило, что не имеет к этому никакого отношения. А потому, где теперь окажется это видео, остается только догадываться. В последний наш приезд конфликт с охраной случился в приемной главного врача, который на тот момент был на своем рабочем месте. Но из своего теплого и уютного кабинета он так и не вышел. Как говорится, какой хозяин такой дом. За последние несколько месяцев это государственное учреждение не сходит с новостных лент и все не в приглядном свете. Почему врачи упорно хранят молчание, непонятно. Может, журналистов считают недостойными своего внимания, но мы это переживем не впервой. А вот что делать с пациентом, с которыми они избегают встречаться? Ну, все, он занят, у него время нет. Кто, он был врач? Мы подождем? Нет. Нет, что, нам нельзя подождать? Ну, можете ждать, пока он занят. Ну, ладно, мы подождем. Ничего не снимают здесь. А вы кто? А? Я на чайник не садил. Скажи, кто из Таверина? Там у тебя будет спрашивать. В смысле у тебя? Ну, главврач данного медицинского учреждения, как должностное лицо, безусловно, несет ответственность за все, что происходит в нем. А поскольку это учреждение муниципальное, содержится на деньги на наших налогоплательщиков, то, безусловно, вся информация, которая не связана с врачебной тайной, она может быть предметом публичного обсуждения. Элина и Каролина Дронова сегодня убирают детскую комнату, которую так долго готовили для своей девочки. Следственные органы проводят проверку по факту смерти нерожденного малыша. Идет экспертиза. Каролина поправляется. Я буду следить за здоровьем своей дочки, раз внучки у меня сейчас больше уйти. Жизнь Тагировых также продолжается, но уже без мамы и папы. Он умер в прошлом году. Дети перевезли в Уфу свою бабушку из Чешминского района. Она ухаживает за младшими ребятами. Водит кого в детсад, кого в школу. Все шестеро снимают квартиру. Чиновники из Чешмов обещают решить вопрос с квадратными метрами. А добрые люди приносят одежду, еду, деньги. Поддерживают. Родственники погибшей обратились с заявлением в прокуратуру. Сейчас следователи проводят здесь проверку. Также дети умершей женщины обратились в Министерство здравоохранения региона и к главе республики в надежде наконец-то быть услышанными. Раз людей в белых халатах совершенно не волнует общественное мнение в лице нашего телеканала. Хватит ли сил у наших героев бороться за справедливость? Доказать врачебную ошибку крайне сложно. Такая судебная практика. Возможно, во всех этих происшествиях и нет ничьей вины. Но наглухо закрытые двери горбольницы заставляют думать иначе. В одном из наших репортажей мы сообщили, что юристы БСТ составили иски в отношении замглавврача и завхоза за воспрепятствование журналистской деятельности. Им за это может грозить реальный тюремный срок. Руководство клиники в конце этой недели все-таки вышло на связь. Главный врач ответил на вопросы корреспондентов. Мы собрались и позвонили вам, чтобы приводить их к одному и тому делу. Не за то, что так-то вдруг мы поменялись, как и так далее. Мы работаем, свои функции выполняем. Ну почему нельзя было раньше ответить на все наши вопросы? Работать, стивилизованно. Вот приехали, мы их встретили, им говорили. Какой у нас СМИ мы делали все по закону. И выгонять нас никто не имел право. Всего ли отворачивали нам камеры, хамить, еще что-то. Мы приходили спокойно, мы не кричали, мы не пинали дверь, а в нашу камеру толкали. Я не видел. Доктора также назвали причину смерти Зульфии Тагировой. Острый инфаркт миокарды. Отчего умерла неродившаяся внучка Элины Дроновой, пока неизвестно. По просьбе родственников мы следим за этими историями и обязательно расскажем продолжение в наших выпусках.